всем ребят привет с вами седой копатель и вы на канале на ю тубе пока на ю тубе пришло время переходить на зиму да пришло время переобувать наш транспортное средство на новые галоши но я не к этому не к этому пришло время переходить на мой новый рутуб канал где вы увидите новых много интересных видеороликов шикарные находки в общем все новое будет выходить именно там asas со старым youtube каналом наверное будем немножко отходить за исключение наших стримов где на стриме мы очень много разыгрываем монет бывают и бесплатные розыгрыши но в основном это розыгрыша среди донатеров сами понимаете youtube отключил монетизацию спонсорской поддержки никакой нету так что крутимся как можем ну а так в целом это первая часть видео экспедиции будет на ю тубе а вторая уже увидите на рутубе на нашей российской платформе так что чего начнем экспедиция состоялась на пару дней приехали к нам гости из казани с волгограда поехали на наши злачные места они конечно уже давно выбиты и до нас но мы здесь начали разрабатывать фундаменты некоторые фундаменты дали хорошие результаты монеты очень хорошего результата просто лились рекой ребята но на некоторых фундамент пытался натереть лет ну помимо монет были и еще интересные эксклюзивные находки из металла пластики вы смотрите какой пудрис охрана я смогу без взлет житы для разнообразия мы также посетили и заброшенные дома заглянули прошлое что интересное там оставили посмотрим ну а так в целом заходим на наш новый рутуб канал там вы увидите все наши экспедиции новые экспедиции подписываемся и смотрим ну а мы начинаем всем ребят привет у нас новая экспедиция достаточно много народу приехала причем народ у нас приехал из городов город казань город волгоград в общем ребят приехали родную деревушку по видеосюжетам если кто меня постоянно регулярно смотрит знает что эта деревня была шикарно в свое время очень много интересных находок здесь и клад подымали и крест шикарный херувим и и складни и ополченческий крест в общем здесь находки просто шикарные были ну и компании у нас вся та же постоянный до постоянный бездельник илюха серёга борода вот паша казань вот с вашей там еще егор приехал костяноч и волгоград волгоград ребята столом просто встретились чтобы как бы земляного в деда задобрить ночью получится из этого вы увидите стопудово будет несколько частей вот так что это у нас не кислый рожек а солнце серый это кислые тебе да гриба да вон грибы лакает все цены все хватит хватит сидеть знакомиться знакомиться ребят они продолжают знакомиться и как так то в общем мы пошли ребята пошли земляного деда и вперед и так ребят костяноч меня позвал я не поленился пошел сходил за камерой первый сигнал ребята вот это фарт вот называется это материнская слава третьей степени это серебро плюс номерная монетный двор 407 815 вот такая зачетная находка бантик порадовал до бантик здесь тоже должен быть второй степенью он идет голубой первой степени красный давал за большое количество детей 7812 так вот зачетно если этот фундамент с этой фиговиной значит здесь много было детей значит здесь много потеряшек так что стоит задуматься об этом фундаменте у меня был такой подобный фундамент где поднял более 300 монет причем разных временных эпох зачетно зачетно поздравляем с первого находка их шикарный там у пацанов советики ничего сверхъестественного но это я не поленился заснял что я вам могу рассказать об этом серебряном ордене интересен он не из-за того что серебряный а в историческом плане и давайте я вам об этом расскажу летом 1944 года война уже почти ушла за границу ссср итог ее не вызывает сомнения советский союз будет победителем но потери населения советского государства очень велики целью улучшения демография ситуации в стране советское правительство предпринимает ряд мер направленных на оказание помощи своим женщинам и детям одной из таких мер был учреждена награда для многодетных матерей советского союза одной из таких наград стал орден материнской славы учрежден указом президиума верховного совета ссср от восьмого июля 1944 года автором проекта является главный художник госзнака заслуженный деятель искусства рософсер дубасов знаки ордена изготовлены из серебра 925 пробы с использованием позолоты красный белый и голубой эмали имеет форму овала верхней ее части изображено знамя с надписью материнская слава для первой степени это знамя красное а для второй темно-голубое ниже надписи проставлена степень ордена на ордене первой и второй степени эти надписи и цифры позолочены под знаменем находится покрытый белый эмалью щиток с надписью с ссср и красная звездочкой своей верхней части в нижней части щитка находится оксидированный серп и молот в нижней части окремлена листьями позолоченными у первой степени левее и выше листьев изображены розы которые покрывают фигуру матери с ребенком на руках верхней части ушко для крепления его через кольцо колодки выполнены в форме банта колодка металлическая покрыта голубой эмалью в виде горизонтальных полос для первой степени две белые и одна голубая полоса для второй степени две голубые и одна белая полоса для третьей степени две белых и две голубых полосы для крепления ордена к одежде ее колодка снабжалась специальной булавкой расположена на оборотной стороны колодки. Награждение происходило указом Президиума Верховного Совета Союзных и Республик от имени Президиума Верховного Совета СССР. Орден Материнской Славы надлежало носить над другими орденами и медалями на левой стороне груди. Орден Материнской Славы имел три степени. Третья степень – семь детей. Вторая степень – восемь детей. Первая степень – девять детей. Матери, награжденные Орденом Материнской Славы, обладали определенными льготами. Начиная с третьего рожденного ребенка, мать начинала получать государственные денежные пособия. При рождении каждого последующего ребенка суммы пособия возрастали. Кроме того, для многодетных матерей был увеличен отпуск по беременности и родам с 63 до 77 календарных дней. Многодетные родители с низким уровнем дохода намного меньше платились за посещение их детей, детских садов и еслей. Женщины, награжденные Орденом Материнской Славы, имели право выходить на пенсию в 50 лет. Льготы по коммунальным платежам и бесплатный проезд на общественном транспорте после выхода на пенсию. Первые награжденные Орденом Материнской Славы состоялись уже в декабре 1944 года. Всего за период с июля 1944 года по декабрь 1991 год Орденом Материнской Славы было награждено свыше 5 миллионов женщин. Ордена Материнской Славы 1, 2 и 3 степени отличаются друг от друга лишь расцветкой и весом награды. Помимо этого Ордена в этом же году были учреждены медали материнства и Орден мать-героиня. Но это другая история. Надеюсь вам понравилось историческое отступление. Да, кстати, а в вашей семье сколько было детей? В моей четверо. Еще одного и медаль материнства 2 степени. Вот такая история. А сейчас возвращаемся на поиски утраченного. Приятного вам просмотра. Итак, ребят, все разберлись. Трое там, двое позади. Вон там была находка. Вот такой вот образок. К сожалению, замоленный. Ничего не видно. А вот здесь вот еще один образок. Здесь уже здесь уже силуэт видно достойный. Видно. Зачетно. Первые находки у меня металлопластика. И это радует. До этого еще поднимал вот такую вот штуку, но не снимал. Что это такое? Не знаю. Зацеп от чего-то. Он не поломанный, так и есть. Ладно. Продолжаем. Крутимся вокруг фундамента. Ну что, ребят, вот и монетки пошли. Там двушечка. Потом где-то еще двушечка была. В общем, две монетки. И вот это глубокий сигнал был. Представляете, вот такую выковырил хреновину. И на донышке у нас пятачок. Звонко взвенел. Это у нас пять копеек. Пять от второго года. Фундамент-то интересный. Все верховые находки здесь. Две. Вон там он. Образка. Три монетки. Так что, я думаю, здесь, может быть, стоит зашурфиться. Ну, не знаю. Верховые. Хожу я в SATA PRO. Жарко. В наушниках вообще жопа. Итак, ребята. С этого же фунда не успела еще сигаретку скурить. Еще одна монета. И это трешка. Трешечка. Тридцать пятый год. Старый образец. Ну, неплохой так сохран. Пойдет. Пойдет. Ну, что, ребята. Решили по полю погулять. Переехали мы вон с той стороны. Вот. И сейчас ходим по полю. Здесь были раньше находки. И вот. Джек у нас поднял вот такую шикарную. Одна копейка серебром. 1845 год. SM. Николай I. Достаточно бодрая монета. Смотрите. Очень бодрая. По этому полю ходить просто одно удовольствие. Не то слово. Ни камушков. Ничего. Прям огонь. И почти тишина. Ну, да. Тишина. Сейчас уже все выбито. Ребята, от лагеря я уже ушел далеко. Прошелся чуть позади фундаментов. Находок как бы не было. И вот на очередном фундаменте. Вот фунт. Большой, в принципе. Ковыренный давно. И звонкий сигнал выпал. И это у нас вот такой вот нательный крестик. Причем он очень странный тем, что с обоих сторон у нас кресты. Здесь крест. И с другой стороны тоже крест. Обычно женский нательный крестик-лепесток выглядит иначе. Но это вот своеобразный какой-то разновид. Ладно. Пойдет. Заберем. Ну что, ребят. Пришел я к пацанам на шурф. Шурф бомбленый. Но они его просто расширяют. И вы знаете, находки все-таки лезут. Вот там у Костяныча есть. И вот опять у Илюхи с Серегой. Уже темно становится. Это у нас двушка Николаевского образца. Вот. Вот, к сожалению, не скажу. 1900 или 1906. Пойдет. Ой, чуть не потерял. Дорогой подписчик. В связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе. С поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео, и не хотите, чтобы я покидал Ютуб, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео. Выписали. Заранее спасибо. Итак, ребята. В общем, пришло время с вами попрощаться. Первая часть закончилась. С находками не особо сильно получилось. Единственное, хочу отметить, что откопали орден третьей степени. Материнская слава. Это самая зачетная находка сегодня. Были царики, были советики. Да и это только. Больше ничего сверхъестественного у нас сегодня не оказалось. Так что будем надеяться, что во второй части какая-нибудь изюминка у нас выпадет. Так что смотрим вторую часть. Надеюсь, будет интересно. Не забываем ставить пальчик вверху за труды старая. Ну и, если первый раз, то подписываемся. Ну и все. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok